В этом видео мы с вами поговорим про инструментарий продукта, продакт-менеджера, CPO, которым он как бы было бы круто, чтобы владел, но опять же, как бы все опционально в зависимости от кейса, но все-таки хотелось бы, чтобы многие продукты владели этим. Значит, инструментарий, который мы даем, правда, здесь есть еще и наша платформа, но это для тех, кто, соответственно, у нас проходит обучение. Начнем с Amplitude. Amplitude – это, я бы сказал, отраслевой стандарт сквозной аналитики, который вообще в принципе есть, потому что Amplitude – это штука, которая обладает практически всем необходимым функционалом, который позволяет принимать решения на основе данных. Поскольку это одна из основных функций продукта, то есть принимать решения на основе правильных данных и правильно их принимать, то есть правильно интерпретировать, эффективно, то, соответственно, Amplitude – это как раз тот инструмент, который позволяет это делать. Есть нюанс, что пользоваться им в рамках законодательства РФ, по крайней мере, нельзя. Персональные данные, вот эти всякие штуки, то есть если у вас большая компания, вы не сможете, скорее всего, имплементировать его к себе. Но что вы точно сможете сделать – это научиться на нем. У него есть внутри тренажерчики, мы всему этому обучаем. Неважно, что вы будете использовать другой инструмент в своей практике, потому что научиться имеет смысл именно на Amplitude. Все-таки это отраслевой стандарт. Подстроить те инструменты, которые у вас уже будут по ходу, вы сможете вообще без всяких проблем под тот функционал, который в Amplitude является, собственно, этим отраслевым стандартом. Интервьюшки – это базовый навык любого продукта. Если вам это делать некомфортно, вы их не делали, ничего страшного, придется научиться. Если делали, то, скорее всего, просто придется скорректировать немножко подход к проведению интервью. Глубинные, пользовательские, качественные, короче, как угодно их называйте. В общем, главное – не бояться того момента, когда вы окажетесь лицом к лицу с вашим пользователем, и вам нужно будет из него вытянуть правду всеми возможными способами, про которые мы также вам расскажем. Ну, наверное, самый главный и доступный всегда в любом формате, в общем, где бы вы ни были и в какой бы компании. Не работает ли это юнит экономика? Ее считать классно, интересно и для своего продукта очень полезно. Будет ли он ваш или продукт компании? Как правило, когда вы ее считаете, понимаете, что бизнес-то вообще в целом, наверное, похож на убыточный, с учетом того, как там сейчас все работает. Такое часто бывает, такое, типа, ожидание, реальность, но это нормально и все-таки классно, если вы понимаете, потому что хотя бы какие-то метрики, юнит экономики, если вы научитесь выравнивать в вашем продукте, то вам точно за это скажут спасибо. Ну, один из основных функционалов, которые точно мы с вами вместе освоим – это мира. Мира, ну, плюс еще есть, конечно, Notion, Figma, это все в целом по желанию, можно с этими инструментами, можно без них. Ну, мира как базовый функционал, просто в котором очень удобно фасилитировать движение команды в ту или иную сторону, в котором очень удобно дизайнить что-то, ну, в целом, короче, неважно. Figma – похожий очень инструмент, только с большим фокусом дизайн. Notion, у которого, кстати, есть интеграция с мира, это инструмент, который позволяет вам просто структурировать данные. Ну, понятно, что есть еще много других инструментов, мы тоже через них пройдем, но вот такие инструменты, как мира, соответственно, важно знать, и мира мы с вами достаточно глубоко изучим. Ну, и наша платформа – Lead Startup. Lead Startup – платформа, собственно, там размещены все материалы наши, там же вы выполняете задания, и все это дорабатывается. Короче, у нас крутой сервис, и вы, освоив весь этот инструментарий, скорее всего, будете уже себя суперуверенно чувствовать. Ну, по-разному, конечно, бывает, но наши ребята, все, кто проходит обучение, они где-то уже через 3-4 месяца начинают себя суперуверенно чувствовать. Все по-разному. Вот сегодня буквально пришел фидбэк. Одна из наших проходящих профессию девушек написала нам вот такой вот отзыв. Я немножко пропала, ну, то есть она сделала такую небольшую паузу. Думала, кем хочу стать, когда вырасту. Пока думала, прекратила поиск и учебу. Чуть успокоилась, вернулась к работе. И тут ко мне вернулся крупный сервис. Через 4 месяца обратились в мае, попросили еще один собес, и сегодня я получила жирный оффер. Ну, вот как бы… И чувствует она себя уже уверенно. А до этого чувствовала не суперуверенно, но, кажется, мы могли с этим справиться. В общем-то, примерно так это и работает.